Здравствуйте! Это программа События. О том, чем жила Самара сегодня, вам готовы рассказать наши журналисты и я, Инга Пеннер. Главные темы выпуска. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это первый за последний четверть века такой ракетоносец, который побывал на Самарской площадке. На завод он прибыл 20 августа на ремонт и до оснащения, а уже в октябре на предприятии встречали второго медведя. Именно так этот самолет прозвали военные летчики во всем мире. В советские годы машины собирали на Куйбышевском авиационном. И можно без преувеличения сказать, что именно Ту-95 спас мир от ядерной войны. Олег Зверев тоже оценил величие и силу русского медведя. Отправить медведя с аэродрома оказалось не так просто. То в Самаре нелетная погода, то база дальней авиации в Энгельсе не принимала из-за снега и тумана. Да и к самому заказу на авиакоре отнеслись с особым врачением. Стратегический бомбардировщик Ту-95. До 92-го года на предприятии собирали эти машины, а медведями их прозвали летчики в разных странах мира за силу и грозный рев мотора. И вот через годы самолет вернулся на капитальный ремонт и переоснащение. Всего три месяца провел летающий медведь на своем родном заводе. Здесь были проведены работы по установке дополнительного оборудования. И вот предполетная подготовка. Сегодня Ту-95. Производство Кубишевского авиационного завода выходит на боевое дежурство. Это первый самолет, который прилетел в Самару спустя четверть века после того, как их производство было остановлено. Реновацию машины проводили вместе с военными специалистами из Энгельса. За это боевой экипаж наградили благодарственными письмами. А в заводском цехе уже стоит второй крылатый медведь. Скоро он тоже покинет предприятие, став сильнее и маневреннее. Сколько всего машин пройдет ремонт и доработку на заводе сейчас не говорят. Но ясно, что счет идет на десятки. Программа пока у нас не до конца утверждена. Но до конца года мы должны сдать еще одну машину. В последующем будем смотреть, как будет подписан главный контракт с Министерством обороны. Элегантно и уверенно медведь отрывается от взлетно-посадочной полосы, отправляясь патрулировать с неба и оставаясь гарантом мира и безопасности во всем мире. Олег Зверев, Алексей Золотенков, Артем Сулайманов. События. Поднять пациента на ноги уже через несколько дней после сложнейшей операции. Такая возможность теперь есть у самарских нейрохирургов, которые на практике осваивают новую технологию – нейромониторинг. С его помощью, уверены медики, без последствий можно лечить опухоль головного, спинного мозга, аневризму и другие страшные заболевания. За первой такой в Самаре операции наблюдал Павел Баймаков. Интраоперационная система нейромониторинга – так называется новый метод проведения высокоточных операций. В России он применяется лишь в нескольких городах. В Самаре – впервые. Уже в операционный к пациенту подключают множество датчиков, которые выводят показатели работы центральной нервной системы на монитор. За происходящим в его организме во время операции наблюдают специалисты. Вот эта методика нам позволит максимально щадяще выполнить то или иное вмешательство без повреждения важных центров. Применение этой методики позволит нам быстро реабилитировать пациента, чтобы буквально в течение последующих нескольких дней после операции он смог подняться на ноги. За год в Самарской областной клинической больнице имени Середавина выполняют почти 2000 нейрохирургических операций. В Самаре первый пациент, которому буквально несколько часов назад сделали операцию с использованием нейромониторинга – это мужчина 35 лет. У него была обнаружена опухоль головного мозга. Если бы ее не удалили, последствия могли быть необратимыми. Успехи операции, как и в скорейшем после ее восстановлении пациента, врачи не сомневаются. Павел Баймаков, Дмитрий Мешканцов. События. Они отсекают все лишнее и у них получается… Нет, не скульптура. Челюсть. Бойцы невидимого фронта стоматологии, зубные техники о своей профессии говорят как об исключительно творческой. Сегодня в Самаре на конкурс собрали студента со всего региона. О зубных феях репортаж Валерии Макаровой. Это как скульптура, говорит Андрей Пересадин. Электрический шпатель в его руках раскален до 140 градусов. Восх плавится и приобретает форму зуба. С томатологов пациенты часто побаиваются, а вот зубных техников даже в лицо не знают. Но именно от их творчества зависит, если не все, то очень многое. Мы занимаемся производством непосредственно конструкций, которые потом уже врач-стоматолог ставят пациенту в рот. Мы видимся с пациентом максимум в два раза, и поэтому нас боятся не ставят. Восковая модель – это прототип настоящего протеза, который отправится в рот пациенту. Такое конкурсное задание – будни зубного техника. Здесь оценивается качество работы и мастерство студента. Создание даже одного зуба из воска – процесс небыстрый. Сейчас я где-то за минут 40-50 смогу, конечно, если кропотливо, каждую мелочь моделировать, посмотреть каждую деталь, чтобы была. На конкурс прошли лучшие студенты из Башкортостана, Татарстана, Саратовской, Пензенской и Самарской областей. Отмечаю я все-таки высокие знания студентов, теоретические. Есть хорошие мануальные, так мы говорим, навыки. Это тоже говорит о том, что у них есть условия учиться и применять свои теоретические знания на практике. Практическое задание – последнее испытание для студентов. До этого они ответили на 60 теоретических вопросов. За каждый этап студенты получают баллы по их числу и определят победителя. Валерия Макарова, Станислав Левин. События. О подготовке специалистов, но уже для промышленных предприятий, речь шла на заседании Союза машиностроителей. Региональное отделение планирует обратиться в Федеральное министерство труда и занятости с предложением пересмотреть стандарты по наиболее востребованным профессиям. В том, что кадры решают все, еще раз убедилась Лариса Шалафаст. Чтобы быть на шаг впереди в машинной и ракетостроении, нужно совершенствовать систему подготовки молодых кадров, уверенно в региональном отделении Союза машиностроителей. Инициативу поддерживают и областные власти. В следующем году систему среднего профессионального образования региона ждут перемены. Специальная комиссия при областном правительстве уже начала работу. Машиностроительный комплекс, он очень широк, специальности нужны самые различные. И если брать наш аэрокосмический, то там удалось более или менее всю цепочку, всю вертикаль подготовки кадров отработать лучше по другим направлениям, пока это до конца не доделано, не сделано. И мы будем работать. Если говорить о том, что было пять лет назад, а сейчас совершенно другие требования к специалистам, которых необходимо готовить. Нужно уже очень серьезным образом понять, в чем, собственно, сегодня запрос одной из ведущих отраслей машиностроения. Интерес к техническим специальностям в области вырос. По информации регионального министерства образования, половина всех девятиклассников выбрали рабочие профессии. Чтобы в дальнейшем все эти студенты трудились по специальности, постараться нужно и предприятиям. Для этого предлагают проводить больше конкурсов профессионального мастерства. Могут быть какие угодно замечательные станки, какие угодно замечательные научные изыскания, фундаментальные, в прикладной науке. Но без того персонала, который командует станками, того персонала, который способен сменить предыдущее поколение, перспективы у нас весьма и весьма слабые. Молодых специалистов поддерживают и на законодательном уровне. Впервые в Российской Федерации в нашей области приняли закон о молодом специалисте. Но большинство руководителей предприятий об этом законе мало знают. И, конечно, было бы правильно и с этой точки зрения послушаться Минтруда, на мой взгляд, регионально, с тем, чтобы они подробнее рассказали, какие возможности открывает закон, это не проект, закон для поддержки и закрепления молодых таланты специалистов у себя на предприятии. Готовить специалистов рабочих профессий по мировым стандартам в Самаре будут в новом региональном центре. Его планируется открыть на базе Самарского авиационного техникума. Лариса Шалафаст, Алексей Золотенков, События. Покоим только снится. 2015 год у самарских ветеранов вооруженных сил выдался богатым на события и заботы. Празднование 70-й годовщины Великой Победы, научная работа, поисковые труды, встречи со школьниками и помощь старшим товарищам. Участники Самарского отделения организации ветеранов подводят итоги работы на отчетной конференции. В организации более 8 тысяч человек. Все они, несмотря на возраст и занятость, четко следят за переменами в регионе. Опыт и знания ветеранов трудно переоценить, отмечает глава города Олег Фурсов. В Самаре завершена реформа местного самоуправления. С 1 января районы получат финансовую самостоятельность и участие активных самарцев в жизни города в этот переходный период особенно важно, считает Олег Фурсов. Вы все сталкивались с тем периодом, когда районы были самостоятельны, и большинство проблем, с которыми мы сталкиваемся в управлении Самары сейчас, в то время успешно решалось. И наша с вами задача совместная, имея в виду, что мы с вами являемся носителями той культуры управленческой, сделать так, чтобы процедура перехода к новой системе управления городом была как можно более безболезненна. Ваш опыт, ваши знания, ваше представление о том, как должна функционировать районная власть, нам крайне важны. Далее зеленый свет. Госэкспертиза одобрила проект реконструкции заводского шоссе в Самаре. Теперь документы отправлены в Минтранс на дальнейшее согласование. Работы могут начаться с открытием дорожного сезона на протяжении всего шоссе, от улицы Земица до Авроры. Как преобразятся другие городские магистрали, расскажет Марина Матвейшина. Уже в следующем году здесь все может выглядеть иначе. Проект реконструкции заводского шоссе прошел государственную экспертизу и получил положительное заключение. В планах преобразить шоссе полностью, расширить проезжую часть, построить велодорожки и ливневую канализацию. Будет выполнен весь спектр работы, начиная от выноса существующих коммуникаций, перекладки, опять-таки строительство участка ливневой канализации. То есть мы уберем воду с дороги и, соответственно, сможем организовать нормальное дорожное полотно с бортом, как это положено, с пешеходными зонами и так далее. Улица 22-го портсъезда также может стать спасением от пробок. Проект долгожданного строительства находится на согласовании. В планах построить два участка от Московского шоссе до Новосадовой и от Карла Маркса до Ставропольской. Кроме того, муниципалитет уже направил в Минтранс 9 проектов капитального ремонта городских дорог, запланированных на следующий год. В общей сложности на сумму 5 с лишним миллиардов рублей. Если проекты получат одобрение и финансирование, это будет рывок в развитии Самары, отмечает глава города Олег Фурсов. И чем еще хорошо, что мы проектную документацию подготовили в текущем году? Если бюджет подтвердит нам финансирование, мы расторговаться сможем в январе-феврале. И как только установится нормативная температура в апреле, дорожники смогут выйти и еще раньше начать дорожный сезон. Значит, больше сделать. В этом году ремонт дорог также начался раньше обычного. По поручению главы города проектно-сметная документация была подготовлена заранее. Марина Матвеевшина, Максим Гусев, Дмитрий Мешканцов. События. Более одного миллиона нарушений правил дорожного движения за 10 месяцев этого года выявили с помощью камер видеофиксации. Сегодня на дорогах Самарской области работают 192 мобильных и 54 стационарных устройства. Кроме того, в этом году 12 перекрестков с повышенной аварийностью также оснастились системами видеонаблюдения. Они фиксируют такие нарушения ПДД, как выезд за стоп-линию, на встречную полосу, превышение скорости и проезд на красный свет. По данным госавтоинспекции, количество аварий на этих перекрестках по сравнению с прошлым годом уменьшилось почти наполовину. Комплекс устанавливается не там, где можно выявить наибольшее количество нарушений, а там, где регистрируется количество, наибольшее количество аварийного транспроисшествия. Оценивается вероятность дальнейшего свершения, проводится анализ по видам и причинам происшествий. И при этих условиях принимается решение об установке подобных комплексов. Лицо Самары, фасады домов продолжают приводить в порядок. Еще одно ретро-здание преобразилось. Завершился ремонт 77-го дома на площади Революции. Соседи тоже ждут реставрационной перезагрузки. Масштабные работы начались в преддверии Чемпионата мира по футболу 2018 года. Мы продолжаем серию репортажей «Самара в игре». Сергей Кизоркин прогулялся по обновленным улицам. К чемпионату мира по футболу 2018 «Самара» планирует обновить порядка 600 фасадов домов и зданий. В планах не только объекты культурного наследия, но и жилой фонд. Работа строится комплексно в рамках различных программ за счет бюджетов разных уровней, а также частных инвестиций. Например, по муниципальной программе подготовки к турниру новые фасады обрели порядка 30 домов. На очереди еще 14 на улицах Ленинградской и Куйбышева. Нам действительно повезло с чемпионатом. И на самом деле мы делаем это с особым удовольствием, учитывая, что это действительно наш родной и любимый город. И хочу сказать, что стараемся с душой к этому подходить. Вот в частности, если мы посмотрим вот про этот дом, про который мы говорим, мы здесь сделали то, что пока еще не пробовали. Вот первый дом, на котором попробовали, мы сделали здесь ночную подсветку. Гостевой маршрут пройдет в первую очередь по улице Куйбышева. Площадь революции уже капитально отремонтирована. Планируется обновить фасады всех расположенных поблизости домов. Первая ласточка, 77-й дом на углу Куйбышева и Венцика. Осталось привести в порядок крыльцо парадного подъезда. Теперь здание возвращает прохожих в Самару начала 20 века. Ну, настроение позитивное, разговоры о том, что надолго это у нас здание потом прослужит. Для туристов в первую очередь это дело, ну и опять же для граждан нашей Самары. К возвращению зданиям ретро-стиля город подходит творчески. К каждому зданию строители возвращают исторический колорит, цвет фасадов и кровли, выбирает главный архитектор города. Задача – сделать старую Самару по-настоящему красивой и уютной. Стараемся вот с таким определенным креативным подходом подходить к этим вопросам, для того, чтобы это было не просто там рамочное ремонт, а для того, чтобы это жителям было действительно приятно и интересно. Мы для себя в любом случае видим финиш – это 2018 год. То есть к чемпионату мира город должен. Мы рассчитываем, что будет вот таким, как мы видим здесь на примере этих двух домов. Ремонт фасадов и крыш ведется полным ходом на улицах Алексея Толстого, Чапаевской, Венцик, Кавилоновской, Молодогвардейской, Ярмарочной и Волжском проспекте. До старта чемпионата мира по футболу 2018 года Самара изменится кардинально. Сергей Кизоркин, Артем Сулайманов. События. Да будет свет! В Самаре началась подготовка к Новому году. Сейчас иллюминацию монтирует на Осипенко. В прошлом году здесь появилось ноли. Новое уличное освещение, теперь загорятся и зимние звезды. О подготовке к празднику репортаж Алины Чемерис. Они не хватают звезды с неба, а дарят их жителям. На улице Осипенко новогоднюю иллюминацию монтировать начали две недели назад. В день сотрудники муниципального предприятия Самара Горсвет успевают украсить 5-6 фонарных столбов. Уже выполнили больше половины работы. Всего здесь должны появиться более сотни декоративных светильников. По два на каждой опоре. Меряется 3,5 метра от земли. Первая устанавливается 3,5 метра, а вторая чуть выше. Со стороны дороги чуть выше, так как проезжая часть, чтобы не мешала, ничего не задевала. Работать не мешают ни снег, ни холод. Только припаркованные на улице Осипенко машины усложняют монтерам задачу. Если удастся найти владельца, попросят переставить. Нет, пойдут устанавливать железные звезды в другое место. Мощность у светодиодных лампочек небольшая. На освещенность улицы новогодние украшения повлияют только когда зажгутся все единовременно. Гореть новые зимние звезды будут вот таким холодным синим цветом. Это сейчас их включили специально для нас. А вообще они будут загораться автоматически, когда стемнеет, вместе с остальным уличным освещением. Для жителей города новая иллюминация – настоящий новогодний подарок. Когда над головой сияют звезды, говорят, на душе сразу праздник. Праздничное настроение поднимается. В нашей грустной жизни хотя бы свет какой-то огоньки. Я думаю, это здорово, украшает город праздник. Настроение будет лучше, подниматься, конечно. Еще будет один плюс – поднять настроение. К Новому году жителей ждет звездопад. На Осипенко от проспекта Ленина и до Мичурина появятся уличные гирлянды. Подготовку к празднику планируют закончить до 10 декабря. Алина Чемерес, Константин Головин. События. А сейчас коротко о других событиях дня. Гвианский космический центр, из которого стартуют самарские ракеты «Союз-СТ» и «Союз-2.1А», усилил меры безопасности после терактов в Париже. График запусков не изменился. Следующий старт ракеты-носителя «Союз-2.1А» с космодрома «Куру» запланирован на 17 декабря. Сотрудники самарских предприятий, которые находятся во французской Гвиане, работают в штатном режиме. Экологи устраняют загрязнение почвы в Красноярском районе области. Злоумышленник-водитель МАЗа застигнут на месте преступления. Он вез 20 тонн серной кислоты в Ульяновск на полигон токсичных отходов. Но по дороге машина сломалась, и он решил избавиться от груза. Площадь разлива составила около 80 квадратных метров. Водитель задержан. Долги жителей Самарской области за тепло и горячую воду в этом году выросли еще на 2 миллиарда рублей. Это создает угрозу возникновения коммунальных аварий в осенне-зимний период. Лидерами антирейтинга стали управляющие компании «Тольятти». Продолжают наращивать долги за тепло и самарские потребители. Среди управляющих компаний областного центра выявлены организации, самовольно подключившиеся к централизованному теплоснабжению, отметили энергетики. В Самаре открыли движение на Новосадовый от Осипенко до Невской. Как только позволит погода, будут выполнены гарантийные работы по восстановлению проезжей части и тротуаров. Участок Новосадовой закрыли в 2009 году в связи со строительством станции метро «Алабинская». Зимой 2015 года она была открыта для пассажиров. К концу недели морозы в Самарской области усилятся. Преобладать будет свежий ветер восточного направления. Осадки прекратятся или будут несущественными. Температура воздуха опустится до минус 11-12 градусов Цельсия. Пришло время новостей спорта, и я передаю слово Сергею Кизоркину. Здравствуйте, я Сергей Кизоркин, и значит вы смотрите «Самарские новости спорта». 200 самарцев попытались сдать нормы ГТО. Самарские дзюдоисты стали призерами первенства Европы. Гандбольная «Лада» успешно стартовала в Кубке Кубков. В третьем раунде Кубка обладателей Кубков гандбольная «Лада» обыграла немецкий клуб «Ольденбург» 37-24. После первого периода счет был 18-10 в пользу автозаводцев. Однако такой разницей в забитых мячах главный тренер «Лада» остался недоволен. По его мнению, плюс 16 придает больше уверенности в победе на этих международных соревнованиях. В Братиславе, Словакии на первенстве Европы под дзюдо самарская команда завоевала полный комплект наград. Ислам Ешуев взял золото, Анастасии Конкина – серебро, Ислам Хамета – бронзу. Прошлогодний чемпион континента Ешуев отстоял свой титул против армянина Олег Саняна, венград Сабо, голландца Ван Хартена, немца Ануфриева. В финале самарский спортсмен поборол азербайджанца Давуда Мамадова. Повторила свой прошлогодний результат и Анастасия Конкина. В финал она проиграла, опять же, немки. Чемпионки Европы и мира среди юниоров Сафо Кобан. Ислам Хаметов в поединке за третье место положил на лопатки Перраса из Италии. Более 200 самарцев от 6 до 70 лет попытались сдать физкультурные нормы, готов к труду и обороне. Пройти надо было разные испытания. Взрослые подтягивались, отжимались, сделали наклоны вперед, поднимали пудовую гирю. Соревнования проходили в тестовом режиме. В следующем году сдавшие нормативы ГТО получат значки и удостоверение физкультурника. А для этого нужно для начала зарегистрироваться на федеральном портале «Готов к труду и обороне». Это были новости спорта от Сергея Кизоркина. Будьте здоровы и занимайтесь физкультурой. На этом наш выпуск завершен. Смотрите телеканал «Самаргиз» в кабельных сетях города, читайте нас в Твиттере, скачивайте приложения, смотрите на экранах своих смартфонов и планшетов на базе Android и iOS. Удачи вам! Увидимся! Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»